Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на моем канале, и в сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать сестринский бренд Catrice Essence, просто, знаете, старшего, или, вернее сказать, младшего брата этих брендов, который называется Love. Еще его некоторые произносят как L-O-V, или если произносить эту аббревиатуру по-немецки, то получается, по-моему, L-O-V. Вау, в общем, немецкие блогеры так часто произносят, но я верю в то, что на самом деле все-таки подразумевалось, что он считается как Love. Это бренд, который был выпущен компанией Коснова, как вы знаете, это компания, которая производит Essence и Catrice в 2016 году. И если Essence был запущен, по-моему, в 2001 или в 2002 году, Catrice был запущен в 2004 году, то вот этот бренд, он такой вот прям самый-самый свеженький. Я смотрела видео немецких блогеров, которые были немножко растеряны, когда он появился на рынке, потому что это бренд, в отличие от Essence и Catrice, небюджетный. Именно поэтому я его назвала старшим братом или старшей сестрой этих двух марок. Он достаточно дорогой, то есть такой, даже можно сказать, премиальный, лакшери и так далее. Создатели бренда его позиционируют как косметику для элегантных, уверенных в себе женщин, и они постоянно подчеркивают везде, что это косметика, которая подарит вам новые ощущения, которая вызовет у вас какие-то новые чувственные эмоции. Серьезно, они там так и пишут, что это прям вот чувственность какая-то у вас появится в связи с этой косметикой. Так уж я не знаю, что они там такое добавляют в эти средства, но тем не менее. И что хочу сказать сразу. Я, кстати, покупала это все в Германии в аптеке, потому что хотела протестировать этот бренд и рассказать вам про него. Все средства в основном стоят от, наверное, 12 евро до где-то 17 евро. То есть, в принципе, можно посчитать на наши деньги, что это выходит достаточно приличная сумма. И сегодня мы с вами будем делать макияж с помощью средств. У нас здесь база под макияж, у нас здесь есть тональные средства, есть... Господи, что это? Забыла, как это называется. Это румяна и много всего другого. Поэтому давайте скорее посмотрим, что это за старший брат Эссенс и Катрис, как он будет выглядеть, какие будут впечатления у меня от него. И давайте скорее начинать. Итак, ребят, давайте начинать. Первое, что мы будем использовать, это вот такой праймер. У меня, кстати, после перелетов, как всегда, какие-то проблемы с кожей. Но я вам много раз уже говорила, что это просто суперстандартная ситуация после каждого полета на самолете. Итак, это праймер. Вот у меня есть здесь коробочка от него. Его рекомендует некая Анжелина. К сожалению, я не потрудилась проверить, кто такая Анжелина. Но, по крайней мере, она очень красивая девушка. Итак, это праймер, который называется Aura Glow. И он делает кожу более идеальной. Подсвечивает ее, увлажняет, борется с морщинками, загрязнениями окружающей среды. И обладает антиоксидантами. В общем, супер просто праймер на все случаи жизни. Здесь еще, кстати, было написано, что с течением времени, если вы им постоянно пользуетесь, то у вас кожа как-то вот прям улучшается во всех смыслах. Почему я взяла этот праймер? Вообще, я, в принципе, не очень люблю праймеры. Но мне показалось, что он, во-первых, интересно выглядел. Во-первых, мне очень понравилось, как он пах. То есть, я попробовала его в тестере в магазине. И подумала, что, ну, стоит это попробовать. Ну и вообще, праймеры вот именно такие сияющие базы. Так как он новый, он не хочет пока вылезать. А я люблю, в отличие там от всяких матирующих или силиконовых праймеров. Ну что ж, давайте... Хотела его уже наносить своим блендером. Нет, давайте его наносить просто руками. Кстати говоря, я уже заранее сделала брови. И это для того, чтобы нам немножко ускорить время, затраченное на съемку этого видео. Ну, мне, чтобы ускорить. Потому что обычно видео с макияжами снимаются где-то минут 50 или час. Ну, то есть, понимаете, что очень многое остается за кадром. Как вы там красите ресницы по 10 минут. Или там брови делаете. Тоже достаточно много времени занимает. В общем, чтобы это все было побыстрее, кое-какие вещи я стараюсь делать заранее. Такие, как брови. Итак, что мы видим здесь? Что праймер дает довольно симпатичное сияние. У него очень легкая текстура, похожая на какой-то увлажняющий крем. Ну, в принципе, я думаю, это и есть что-то вроде увлажняющего крема. Просто в котором есть немножко вот этого розового пигмента. Плюс сияющие частички. Кстати говоря, сияние очень ровное. То есть, я не вижу каких-то отдельных блесток. Следующее, что мы будем использовать, это вот такой тональный крем. Причем я его выбрала, на самом деле, из-за упаковки. У этой марки есть несколько разных тональных основ. И мне показалось, что, ну, упаковочка такая симпатичная. Пробовала его один раз на руке, на лице еще не пробовала. И не уверена, что это мой оттенок. Как-то, знаете, я его так активно схватила. Сразу хоп-хоп нанесем на лицо. И даже мы с вами не прочитали, что это вообще за тональное средство. Во-первых, здесь написано, что оно стойкое и держится до 18 часов. Оставляет вельветовый матовый финиш. Не комедогенный и супер комфортный на коже. Ну, в принципе, что мы видим в результате, что все равно просвечивает вот эта тональная основа. Вот это, кстати, очень хорошее сочетание, когда у вас именно была основа под тональное средство какая-то сияющая, а потом тональное средство само у вас было матовое. То есть, таким образом, вот это вот свечение, оно, знаете, так проходит через эту матовую тональную основу, и создается эффект здорового лица, а не какого-то там, ну, такого жирноватого сияния, чего-то такого неопрятного. Мне нравится, как выглядит, и степень покрытия, я бы сказала, что у него среднее, ничего там, сильно прям не замаскировалось. Все то, что надо было, по идее, замаскировать, все осталось на месте. Поэтому сейчас я воспользуюсь своим консилером и все это немножечко подмажу. А теперь у меня встал вопрос, насколько я испытываю какие-то, знаете, чувственные эмоции по поводу того, что я пользуюсь вот этим тональным кремом или, например, вот этим праймером, ну, не знаю, не знаю. В принципе, марка Love нам это обещает. Производитель утверждает, что мы просто вообще, нам так сильно все это понравится. Пока что вроде как хорошо, но вроде как ничего особенного я не замечала. Но, конечно, упаковки у них действительно симпатичны, и у этого тонального средства у него тоже есть такой насыщенный довольно аромат. Вот. Единственный момент, мне не очень нравится, как он у меня вот здесь на кончике носа лег, и, в принципе, вот здесь, где у меня такие прям шелушения, ну, как бы здесь у меня претензий нет, потому что сюда ничто не ляжет, а вообще нормально. А следующее, что мы будем пробовать, это вот такие вот капельки хайлайтер. Здесь очень красивая упаковка, и называется Moonlight Dream. Этот оттенок, их, по-моему, всего три было в магазине, и я выбрала самый светлый, такой розоватый просто. Нравятся мне розовые хайлайтеры. В принципе, жидкий хайлайтер самый обыкновенный, который вы можете использовать как для смешивания с тональным средством, так и как базу под тональное средство, или как мы его сейчас будем использовать, собственно, на какие-то отдельные зоны на лице. Давайте я немножко нанесу сразу не на лицо, а на руку. Так, что такое? Что-то неправильно. Не набрали. И потом бьюти-блендером его уже буду переносить на кожу. Да я не понимаю, что такое с этой пипеткой. Она просто его, по-моему, не хочет набирать. Да, здесь какая-то проблема с переносом этого средства. Ну ладно, что-то да выдавилось. Ой, какая красота! Смотрите, мне так нравится. По-моему, выглядит просто шикарно. Очень красивый хайлайтер. Единственный момент, что, насколько я помню, на упаковке этого хайлайтера было написано, что здесь просто супер какая-то... Ладно, это касалось... Это касалось не аппликатора. Там было написано, что это вот супер волшебная палочка. И, видимо, имелась в виду просто его упаковка, которая вот такая тоненькая и длинненькая. Я думала, что они пишут, что супер волшебная палочка. Это вот эта пипетка, которая не работает так, как должна работать. Ну ладно, давайте прям так наносить. Потому что иначе мы с вами не закончим и через час. Знаете, что еще интересно? Совершенно не чувствуется, что это то же самое, что Essence и Catrice. То есть, вы знаете, я очень люблю оба этих бренда. Но у них как бы есть определенное, так скажем... Ну, то есть, вы, бывает, даже не можете различить, где у вас Essence, где у вас Catrice. Потому что текстуры у продуктов практически одинаковые часто у многих. Здесь совершенно все по-другому. То есть, не возникает у вас каких-то ассоциаций, например, с Essence, Catrice, вот этими марками этого концерна. Дальше, что мы с вами будем делать, это мы нанесем пудру. Обычную матирующую пудру, потому что пудру я не купила от этой марки. И далее мы попробуем очень красивые румяна. Мне так и хочется сейчас что-то сказать, когда я там наношу на лицо какое-то средство. Love подарит вам чувственный опыт, невероятные эмоции, восхищение, любовь. Вы станете элегантной, любимой. Ну, в общем, знаете, какие-то странные рекламные слоганы. Только что пришли мне в голову по поводу этой марки. Дальше мы будем пробовать вот эти румяна, которые в такой вот прям серьезной упаковке. Она тяжелая, она из хорошего пластика. Здесь какая-то еще, ну, не знаю, я бы не сказала, что это красиво на самом деле, но с какой-то придумкой, в общем, оформления. Сами румяны выглядят вот так. И вообще-то это не совсем тот оттенок, который мне понравился больше всего. Но, к сожалению, того оттенка, который мне приглянулся, он был более коралловый. Его уже не было в наличии, видимо, не мне одной он приглянулся. Это запеченные румяна, которые в составе, как можно догадаться, содержат хайлайтер. И не выглядят они в свочек какими-то сильно яркими. Ну, что ж, давайте попробуем их и проверим. Кстати, как вам этот хайлайтер? Мне очень понравился вот этот, который в волшебной палочке. Мне кажется, он такой деликатный и красивое у него сияние. В общем, действительно классная вещь. И у него нет совершенно запаха. То есть у нашего праймера был такой яркий аромат, у тонального средства тоже был, у хайлайтера почему-то нет. Я не поняла, где мои новые чувственные ощущения, где мои восхитительные ароматы. Ну, что ж, приступим к румянам. Кстати, по поводу ароматов, у румян аромат есть такой приятный, но просто что-то вроде, ну, такой, знаете, парфюмерный. Что-то я была не особенно права, когда сказала, что не похоже, что они пигментированы. Они очень даже пигментированы. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то, знаете, пошло, по-моему, не так. Ну, ладно, сейчас мы это поправим. Что ж, это было мощно. Мне кажется, нужно было написать на упаковке этих румян. Может быть, в своче вам покажется, что они не особенно яркие, но когда вы нанесете их на лицо, вы поймете, как вы были неправы. И вот сейчас, в общем, немножко я понервничала, когда их исправляла. Следующее, что мы будем пробовать, это вот такая вот палетка. Палетка теней, в которых она называется, что это, типа, лакшери палетка. Ну, не знаю, так это или нет. И что здесь привлекательно мягкая текстура теней. Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас пять оттенков. Мне понравилось, что оттенки именно в такой лиловой гамме. Мне кажется, что, ну, должно быть красиво. И что мне еще, что меня еще привлекло на стенде в этой именно палетке, потому что палеток у вот этой марки тоже очень много разных, это упаковка. Упаковка, которая выполнена из какой-то плотной резины. Она такая вот вся текстурная и довольно сложно открывается. Внутри, кстати, очень хорошее зеркало. Вообще у всей этой косметики зеркала такие прям яркие, большие, хорошие. И вот эти вот оттенки. Посмотрите, какие они симпатичные на самом деле. И они с разными принтами. То есть вот здесь название марки, вот здесь какой-то странный принт. Немножко непонятно, как бы, почему именно вот так все это сделано. Почему вот здесь нет принта. Ну, ладно, я не буду придираться. И оттенки разной степени сатиновости. То есть матовых здесь вообще нет. Шиммерных здесь каких-то тоже нет. Они вот просто такие вот эти прям ярко сияют. Вот эти больше на матовую сторону. И вот этот, в принципе, тоже. Ну, ладно, давайте накрасимся. И здесь еще дана инструкция на упаковке, как нужно их наносить. То есть сначала нам говорят, что нужно обязательно нанести под бровь самый светлый оттенок. Потом выбрать один из двух оттенков на все века. И потом уже затемнять уголок глаза. Ну, в принципе, как бы все логично. Ну, давайте сделаем точно так, как написано в инструкции. Только, если честно, вот этот самый светлый оттенок, он мне не особо как-то понравился сейчас вживую, потому что, мне кажется, он, ну, немножко такой, ну, не знаю, какие-то в нем сильно сияющие частички есть. А еще зеркало здесь кривое. И я в этом зеркале... Что это такое? Мне это вообще не нравится. То есть слишком, знаете, такое сияние... Ну, я бы не сказала, что оно какое-то стильное или сильно привлекательное. Такой вот прям ядреный перламутр. Я очень надеюсь, что остальные тени будут не такие сильно сияющие. Хотя, если остальные будут не такие сияющие, тогда получится, что у меня вот здесь вот такие огромные пятна суперсияния, а дальше такие впалые-впалые глазки на фоне вот этих вот выдвинутых вперед подбровных пространств. Если честно, мне нужно взять назад свои слова про то, что во всей косметике очень хорошие зеркала, потому что здесь зеркало действительно хорошее, но оно настолько кривое, что у меня, знаете, какой-то просто приступ сейчас, наверное, начнется. У меня ощущение, как будто я часть картины авангардного художника, и вот так вот смотрю, у себя лицо вот так вот плывет все. Глаз в одну сторону, глаз в другую сторону, потому что зеркало реально кривое. Я не понимаю вообще, что я в нем вижу. Так что давайте буду использовать свое зеркало. Итак, ребят, я сделала уже тени. В принципе, тени сами по себе мне понравились, потому что в них есть определенные плюсы. Во-первых, они вообще не осыпаются, то есть даже самые темные цвета, они не оставляют вот просто ни крошечки, ну, по крайней мере, насколько я разглядела. Во-вторых, у них действительно очень мягкая текстура, они здорово тушуются между собой, но есть и, кстати, пигментация у них хорошая, то есть цвет действительно отдается очень хорошо. Отличные тени по качеству, но один такой момент. Здесь все оттенки сатиновые, и вот этот, который, ну, как бы самый-самый хайлайтер, он такой вот, знаете, прям ядреный, то есть такое мега сияние дает. И мне кажется, что просто не самая лучшая задумка, когда абсолютно все тени в палетке достаточно сильно сияют, особенно если один какой-то вот прям вообще вырвый глаз вот так вот просто вас ослепляет. Если бы были какие-то матовые, было бы намного лучше, потому что, ну, как бы она не совсем универсальная. Вы, ну, не знаю, может быть, кому-то нравится, когда вот полностью все глаза такие сияющие-сияющие. Кстати говоря, давайте сделаем сейчас свочи на руке и посмотрим, как будут приноситься цвета. Итак, рука, первые три цвета пошли. Вот так они выглядят. Но на самом деле... Не, ну, хорошо переносится. И вот этот вот самый-самый жесткий, сатиновый, яркий-яркий. Смотрите, какой действительно такой прям... Ух! И оставшиеся два, самые темные. У меня руки вообще все в чем-то перемазаны. Вот здесь. Вот тоже, кстати, вот этот цвет я не использовала. Посмотрите, как он красивый. Такой серовато-коричнево-лиловый. Такой немножко, как я люблю прям, своеобразный. И дальше я сейчас накрашу стрелки. И потом мы с вами встретимся еще, чтобы тестировать тушь. Итак, стрелки у нас готовы. И, кстати, вы могли заметить, что у меня довольно сильно отличается цвет лица от цвета тела. Дело в том, что на данный момент я тестирую несколько новых масок для лица, про которые в ближайшее время хочу сделать отдельное видео. И вы знаете, на теле я тестирую автозагар. И получается, что на лицо я его наносить не могу, потому что это совершенно бесполезно, если вы тестируете маски. Ну и, в общем, приходится ходить вот так. Это, не знаю, как на одном глазу тестировать одну тушь в течение дня, а на другом другую. То есть у вас будут совершенно разные глаза. И как бы в этом заключаются тесты косметики. Дальше мы будем с вами пробовать тушь. Слава богу, одну на обоих глазах. Это будет вот такая вот тушь, которая вся была залеплена скотчем. И я до конца так и не потрудилась ее как-то очистить. Эта водостойкая тушь, она есть также в неводостойком варианте. И тушь, у которой вот такая силиконовая щеточка. Она, по-моему, всего одна. Именно у этой марки с силиконовой щеточкой. То есть вот водостойкая, либо неводостойкая. И обещает нам эффект веера. Эффект супер распахнутых глаз. Ну, давайте посмотрим, что у нас получится с ней. Ну что ж, ребят, если честно, я не впечатлена. А здесь написано, что эта тушь содержит в своем составе некий специальный ингредиент, который разделяет ресницы. Я бы сказала, что, наверное, здесь ситуация такая, что она не содержит каких-то ингредиентов, которые придают ресницам объем. То есть у нее текстура, знаете, такая сухенькая. Вы красите, красите, и нет вот этой кремовости, которая очень часто бывает у объемных тушей. Ну, в принципе, здесь и не заявлено, что она объемная. Также здесь написано, что она должна ресницы приподнимать. Это тоже как бы весьма спорно. Я не заметила этого эффекта. Но что правда, то правда. Она их не склеивает. Ну, не знаю, какой-то эффект очень сомнительный. И, кроме того, она еще плохо стирается ватной палочкой, даже когда она уже высохла. То есть она прям такая сильно стойкая, сильно водостойкая. Не знаю, как я ее потом буду оттирать с глаз. Ну, ладно. Возможно, она еще раскрасится через какое-то время. Но пока что мне она не понравилась. Ну, а теперь давайте приступим к последнему нашему продукту. Это будут помады. И помада у меня две. Одна помада это матовая жидкая. И вторая это вот такая вот тоже матовая, но в стике. Итак, давайте, вопреки нашему обыкновению, начнем именно с жидкой матовой помады. Здесь написано, что это жидкая помада, у которой очень интенсивный цвет и ощущение легкости на губах. И также она не отпечатывается на каких-либо предметах. Я даже не знаю. Ну, на руке мы с вами попробуем ее отпечатать и посмотрим, так ли это на самом деле. Внутри довольно обычный спонжик. И имеет аромат, ну, тоже, знаете, вот этот конфетно-ликерный какой-то аромат, который обычно у таких помад присутствует. Ну, что ж, давайте посмотрим. Кстати говоря, очень приятный футляр из матового стекла. Такой прям, ну, из пластика, наверное. Не из стекла, все-таки очень приятно его держать в руках. Вот, все-таки упаковки у них действительно классные. Ну, как бы они нам и обещали какие-то новые впечатления от этих упаковок. Так что с этим справляется косметика Love. Если честно, это просто ужасно. Ужасно в этой помаде то, что у нее довольно жидкая текстура. Это, конечно, странно звучит. Я жалуюсь на то, что у жидкой гумной помады жидкая текстура. Но проблема здесь в спонжике. Он лохматый, и как бы вот эти все мелкие такие лохматые кусочки, они вам не дают сделать нормальный контур. То есть, если очень интенсивный цвет у помады, это реально будет проблемой. Поэтому я думаю, что в случае вот с такой помадой нужно сначала наносить контур при помощи кисти. Вот так вот с этого спонжика брать этот цвет, набирать на кисть, потом на губы, и затем уже красить сами губы. Но не наоборот, как сделала я. Вы, собственно, видите, какой кошмар получился. А нет времени и желания это исправлять, потому что я хочу попробовать вот эту помаду. У меня на нее как-то, знаете, по поводу нее лучшее предчувствие. Она в таком классном футляре магнитном. Здесь вот видно два магнитика. Он тяжелый, он такой прям... Хотя про прошлую я тоже говорила, что классный футляр. И вот так вот закрывается с таким приятным звуком. И кроме того, она еще вот такой имеет классный цвет, который мне очень нравится. Лилово-сизый. Все, как я люблю. Так что давайте сейчас проведем тест на отпечатывание, когда вот это безобразие высохнет, а потом приступим к той помаде. Кроме того, мне еще цвет не понравился. На самом деле, я не чувствую, что здесь прям такое супер-классное, супер-легкое какое-то ощущение на губах, потому что она определенно чувствуется. Чувствуется, что она подсушивает. И есть вот это, знаете, чувство, как будто у вас губы немножко в резину закатаны. То есть они такие склеившиеся и липкие. Я думаю, что, возможно, она когда досохнет уже вот просто на 100% это ощущение немножко пропадет, но пока что она сохраняется. Ну, давайте попробуем, что там насчет отпечатывания. Ну да, вот остались, видимо, те зоны, которые еще не досохли, а самой помады не осталось на руке. Ладно, сейчас я ее уберу и будем пробовать с вами обычную помаду в стике. Ну что ж, вот это вторая помада. И здесь все тоже так немножко неоднозначно. Во-первых, цвет мне все-таки, ну, опять же, мне казалось, что он очень красивый, когда он был в футляре, но мне он не так сильно уже понравился. Во-вторых, эта помада не похожа на матовую. То есть, по-моему, она довольно сильно блестящая. И также она очень кремовая. То есть, она даже немного излишне кремовая. Вы когда ее наносите, она тоже у вас хоп-хоп-хоп. И только успеваете ее ловить, пока она куда-нибудь не уползла наверх. Ну, в общем, как-то так. Давайте проведем небольшой, ну, такой итог по поводу всех средств, которые мы сегодня с вами пробовали. Вот эта штука понравилась. Прям классно выглядит на лице. Приятное такое сияние. Увлажнение от нее, в принципе, чувствуется. Вот как здесь заявлено, похоже она на увлажняющий крем по текстуре. И мне нравится ее аромат. В общем-то, на нее возлагала большие надежды. И она действительно оказалась очень даже такой симпатичной. Здесь еще такой футлярчик тяжеленький. Так что я думаю, что я ей буду пользоваться дальше. И с большим удовольствием. По поводу тонального средства. Вот я сейчас на себя смотрю в зеркало. И я вижу, что оно все-таки легло не совсем ровно. То есть на носу есть такие огрехи. Вот здесь есть, знаете, какая-то такая, ну, что-то какое-то пятнышко такое. Поэтому как-то так. Я думаю, что, может быть, они вместе просто не работают с этим праймером. Или, может быть, само по себе тональное средство какое-то своеобразное. Не для моего типа кожи, скажем. Или просто так себе. Дальше, что у нас здесь было. Это румяна. Румяна понравились. Единственное, что они очень пигментированные. С ними, конечно, нужно прям очень-очень осторожно по чуть-чуть наносить. И постоянно еще после каждого нажатия стряхивать кисть, чтобы не было чересчур. Палетка теней. Палетка теней понравилась. За исключением того, что нет ни одного матового оттенка. А так, в принципе, здесь как бы и упаковка классная. И сами тени очень хорошие по качеству. Правда, вы знаете, немного вот меня смущает в этой, во всей косметике, что у них какие-то упаковки вот прям сильно разные. То есть, как бы здесь вот пластик, здесь резина. Дальше у нас стекло пошло. И все как-то вот стили очень разные. Далее, помады. Помады не понравились. Ни первая, ни вторая. Тушь тоже не понравилась. Ничего она не делает с ресницами положительного. И остался у нас хайлайтер в каплях, который оказался очень-очень красивым. Вот это действительно тоже классная штучка. То есть, по сути, вещи, которые мне понравились, это вот это. Румяна и тени. Ну, тени с некоторым таким этим, с пометочкой, да, по поводу матового оттенка. Вот, это было все на сегодня. И не знаю даже. Мне бы было, конечно, очень приятно, если бы эта марка пришла к нам. Если бы Коснова начала продавать бренд Lofe у нас. Я думаю, правда, что у нас бы он стоил еще дороже, чем он стоит в Германии. Ну, что естественно. И даже не знаю, стали бы эти продукты. Они, наверное, знаете, у нас уже вошли бы больше в какую-то люксовую категорию. Я не уверена, что они заслуживают этой цены вот на 100%. Поэтому вот такое было ревью. Пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, вы пробовали эти средства. Откуда-то их привозили или вам их дарили. И какое у вас вообще впечатление от сегодняшнего нашего теста, от моего макияжа. И вообще хотели бы вы, чтобы вот эта марка пришла и к нам в Россию. И чтобы она у нас начала продаваться. Желаю вам сегодня прекрасного дня. И чтобы, знаете, все, что вы покупаете, цена всех этих вещей всегда соответствовала их качеству. И всегда все обещания, которые были даны производителям для вас, были на 100% выполнены. Спасибо вам за просмотр. И до встречи в следующих моих роликах. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok